МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обзоры театральных постановок. Полетели! Любителям современной хореографии будет чем заняться в Первоуральске. В город на гастроли приезжают актеры Екатеринбургского танцтеатра. Вашему вниманию они готовы представить свою новую постановку «Исследование». На сей раз танцовщики решили изучить такую оригинальную тему, как взаимоотношения детей и игрушек. О своих находках, идеях и представлениями о том, что такое детство, они готовы рассказать и вам. Разумеется, сделают они это с помощью языка танца. На сцене танцовщики откроют для вас волшебную коробку, в которой хранится сказочное богатство. Оловянные солдатики, неваляшки и плюшевые зайцы. С помощью языка современной хореографии актеры создадут атмосферу волшебства, перевоплотившись в игрушки. И откроют для вас, пусть и ненадолго, дверь в давно ушедший мир. В мир детства. Простой и искренний. Где можно отпускать мыльные пузыри, ловить с очком в бабочках, запускать бумажные самолётики. И самое главное, совершенно не задумываться о серьёзных проблемах взрослых. В городском театре всегда рады видеть любителей классической драматургии. Для них труппа подготовила спектакль по мотивам сразу двух пьес Антона Павловича Чехова. «Медведь» и «Предложение». Именно эти спектакли в конце 19 века были столь популярны в России, что вытеснили со сцен постановки других авторов. Каждый из двух актов спектакля – это отдельная история. Главный герой первой – великий композитор Чайковский, который, не желая писать арию для солиста Большого театра Корсова, спрятался от него под диван. Во втором акте вы увидите историю о сельской жизни. К помещице Поповой приезжает сосед и требует немедленно вернуть долг её покойного супруга. На первый взгляд ситуация весьма обыденная, но то, что будет происходить дальше, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Также вариант представляет вашему вниманию очередную серию масштабного исторического спектакля «Сказания о земле Уральской. Космос». В центре сюжета, как всегда, история развития нашего края, вообще и Первоуральска в частности. На сей раз труппа городского театра обратила внимание на историю создания первого реактивного самолета и сделала её детективной. В невыносимых условиях суровой зимы, отсутствии нормальной еды в холодных заводских цехах поселка Белимбай учёные-конструкторы строят новые самолёты. Создают двигатели, которые немного позже поднимут первого человека в космос. В результате аварии погибает лётчик Бахчеванжи, пилот Би-1, первого советского самолёта с ракетным двигателем. Главное управление контрразведки СМЕРШ начинает расследование. Для этого на Урал приезжает следователь Лагутин. Подозреваемых слишком много, среди них оказывается даже сам погибший лётчик. Когда истина откроется, главному герою придётся сделать непростой выбор между собственной жизнью и свободой невинных людей. Кто же виновен в гибели Бахчеванжи и что станет с Юрой Лагутиным? Ответ на эти вопросы вы узнаете на спектакле. Также в театральный зал приглашают и маленьких первоуральцев. Для них удивительная и авантюрная сказка. Классика французской литературы Шарля Перо «Кот в сапогах». Всем известная история начинается с того, что трём братьям досталось наследство. Первый получил мельницу, второй – осла, ну а третий – кота. Естественно, младший решил, что его обманули. Вот только усатый и полосатый оказался не так уж и прост. «Дай-ка мне мешок да закажи пару сапог, чтобы было легче бродить под кустарником. И ты сам увидишь, что тебя не так уж и обидели», – сказал кот. Провернул головокружительную авантюру. В итоге хозяин кота получил дворянский титул «Сказочное богатство» и «Королевскую дочку в преддачу». А вот ради чего кот так расстарался, узнаете на спектакле. Вообще, на предстоящей неделе первоуральские актёры уделят большое внимание французским сказкам. Так, детей приглашают на музыкальный спектакль «Золушка». Сказочная постановка погрузит зрителя от мала до велика в мир волшебного королевства, где справедливость, доброта и любовь, несмотря на все преграды, восторжествуют. Специально для этой постановки труппа подготовила современное оформление сцены. Также вас ждут динамичные танцы и песни, которые, безусловно, вызовут у вас улыбку, поднимут настроение и вернут вас в детство. Создатели спектакля не стали отходить от классической сказки Шарля Перро, а потому «Золушка» – самоочарование, воплощение доброты и нежности. Мачеха наглая, злобная и сварливая. Ну а сводные сёстры просто смешны. На предстоящей неделе на театральных подмостках города состоится ещё один спектакль для детей. В нём все роли и главные второстепенные исполнят молодые первоуральцы. Театр-студия «Три апельсина» приглашает на премьеру сказки «Живая вода». Знаете ли вы, что такое добрые дела и зачем их делать? Всем нам с малых лет говорили, что добро всегда побеждает зло. Но почему? Ответ на этот вопрос вы можете найти в сказке о козочке Милаши и её заботливой хозяюшке Марьюшке. Главные герои отправятся в далёкое путешествие по сказочной стране. Разумеется, злые силы будут всячески пытаться помешать главным героиням, строить козни и переманивать на сторону зла. Но сила добра поможет Милашке и Марьюшке преодолеть все препятствия. Более того, героини научат старую, злую и ворчливую колдунью добрым делам. От театра переходим к литературе. Всех любителей поэзии приглашаю на фестиваль «Послушайте». Он пройдёт в нашем городе уже в шестой раз. По традиции поэты и чтецы соберутся накануне Дня поэзии. За годы своего существования поэтический марафон «Послушайте» стал настоящим подарком для всех ценителей поэзии. Участие в нём принимают не только жители Первоуральска, но и других городов. Выступить перед гостями фестиваля могут все желающие. Прочесть можно произведения классиков поэзии и произведения современных авторов. А начинающие поэты смогут познакомить аудиторию с собственным творчеством. В этом году приветствуются стихи, посвящённые Первоуральску и Уралу вообще. Поскольку в этом году нашему городу исполняется 290 лет. Если вы любите читать и желаете помочь другим найти интересную книгу, то настоятельно рекомендую принять участие в конкурсе буктрейлеров «Читай, думай, твори», который пройдёт в Первоуральске. Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий о книге. При его создании важно не перейти тончайшую грань и не пересказать содержание произведения зрителю, а лишь заинтересовать его и побудить прочитать книгу. В прошлом году на конкурс прислали более 360 мультипликационных и художественных роликов из 49 регионов России, а также из Белоруссии, Турции, Египта и других стран. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте организатора. А имена победителей конкурса «Читай, думай, твори» мы узнаем 9 октября, в День чтения. Любителей классической живописи приглашаю на выставку известного уральского художника-пейзажиста Юрия Мартюшева. На вернисаже мастер познакомит вас со своими новыми работами, написанными по стелью. Основной темой произведений являются уральские пейзажи. Свои работы Юрий пишет в стиле русской классической школы, но с учетом собственной точки зрения. Как говорит сам художник, он любит творить на открытом воздухе, несмотря на жару, холод. Особое внимание автор уделяет деталям и неизменно создает у зрителей эффект присутствия. По словам специалистов, искусствоведов, на полотнах Юрия Мартюшева почти с фотографической точностью прорисованы каждое дерево, куст, веточка, трава и листья. Особое место в творчестве художника занимают работы в технике пастель. На выставке «Мой край то нежный, то суровый» они как раз и представлены. Фотохудожник Наталья Беленцова также приглашает пребывальцев навстречу. На сей раз она представит вашему вниманию свой новый уникальный проект «Вершины мира. Координаты чудес». Наталья Беленцова известна широкой публике не только как фотограф, но и как художник, писатель, эзотерик, путешественник. Она уже побывала в 30 странах мира, запечатлевая их прекрасную природу. На выставке представлены более 40 работ на них, удивительные вершины, хребты и долины, фантастические закаты и рассветы, сменяющие друг друга в вечном круговороте времен года. По словам автора экспозиции, она пытается показать зрителям все многообразие и единство нашей планеты, ее хрупкость и необычайную красоту. Мастер интерьерной живописи, ехтеринбургская художница Александра Рудакова вновь приглашает пребывальцев на мастер-класс. Она предлагает научиться создавать живописные полотна даже тем, кто считает, что не умеет рисовать и никогда не держал в руках кисти и краски. Впрочем, на этот раз Александра предложит поработать и с другими материалами. Художник Александра Рудакова в мире изобразительного искусства человек известный. Ее работы можно увидеть в галереях современного искусства в Первоуральске. Она покажет, как писать картины эпоксидной смолой, жидким акрилом, работать с текстурной пастой и потолью. Каждая работа станет оригинальным украшением вашего дома или подарком для близких. Вам все материалы предоставит сама мастер. От вас только три часа свободного времени и желание творить. Мастер-классы будут проходить до конца марта. В Первоуральской открывается новая ювелирная выставка. На ней свои работы, изделия из драгоценных металлов и камней представят выпускники кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского архитектурно-художественного университета. Вы увидите украшения, камнерезные скульптуры, каменные мозаики, панно в технике горячая эмаль, а также эскизы будущих ювелирных изделий, выполненных акварелью и в альтернативной графике. Фантазия начинающих уральских ювелиров поистине неистощима. Они придают металлу совершенно новые и невероятные формы, украшая изделия драгоценными и полудрагоценными камнями, яркими эмалевыми вставками и даже разноцветной бумагой и тканью. Также им подвластны камень и дерево. На выставке «Ювелирный калейдоскоп» можно увидеть пряжки для ремней, кольца, подвесы, браслеты, колье и интерьерные украшения. КОНЦЕРТНЫЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ Дом музыки объединил под своей крышей сразу два творческих коллектива с богатой историей. Хор «Доместик» и камерный оркестр «Бах». Именно эти артисты предлагают вам познакомиться с новым творческим проектом «Сказки о музыкальных инструментах». Первый спектакль будет посвящен контрабасу. Если вы думаете, что этот инструмент неинтересен, то вы глубоко заблуждаетесь. Авторы проекта считают музыкальные инструменты совсем как люди. У каждого есть свой характер истории. К каждому нужно найти свой подход. Спектакль может понравиться и детям. Интересные факты из жизни музыкальных инструментов переплетутся в сюжете с известными сказками. И в завершении программы, как всегда, о киноновинках. На предстоящей неделе в кинозалы советую идти всей семьей. На экранах франко-канадская семейная драма «Волк и лев». Главная героиня, юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло ее детство. Однажды в глухом лесу она находит маленьких волчонка и львенка, которые остались одни. Альма спасает их и втайне оставляет в доме. Животные и человек живут вместе. И кажется, что их дружбу ничто не может разрушить. Но однажды секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк. А волчонка забирают для исследований ученые. Да и с девушкой случается большая неприятность. Теперь каждому из них придется отправиться в невероятное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью. Ну вот, собственно говоря, и все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. Ходите в театр, в кино и на выставки. Проводите время увлекательно. Помните, в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное. И программа Афиша вам об этом обязательно напомнит. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Афиша вам об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова